Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Как контролируется соблюдение правил техники безопасности на производстве? Какие случаи считаются несчастными и на какие компенсации могут рассчитывать пострадавшие? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Начальник отдела государственной инспекции труда в Самарской области Ольга Терехина. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В конце года мы обычно подводим итоги и не всегда самые приятные. Хотелось бы узнать в этом году, сколько произошло несчастных случаев. Увеличивается ли их количество год от года или нет? Дело в том, что, конечно, количество несчастных случаев за отдельные годы каким-то образом колеблется. Если мы сравним нынешний год 2015, он практически у нас уже ушел. Можем подвести какие-то итоги. Я вам хочу немножко статистики сказать за 11 месяцев 2015 года в сравнении с 11 уже месяцами 2014 года. Анализ производственного травматизма говорит о том, что в нынешнем году произошло некоторое снижение травматизма на 23% от общего числа несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями при незначительном снижении общего количества погибших. Ну вот такие небольшие цифры. За 11 месяцев 2015 года всего произошло 130 несчастных случаев с тяжелыми последствиями. За 11 месяцев 2014 года этот показатель равнялся 169. Все-таки 39 минус. Смертельных случаев у нас за 11 месяцев этого года 32. За аналогичный период прошлого года 34. Небольшое, но все-таки снижение это уже радует. Тяжелых несчастных случаев произошло 89. В прошлом году за аналогичный период 121. Также идет снижение. И групповые несчастные случаи, когда пострадали два в одном и том же происшествии или более человек. 9 групповых несчастных случаев в 2015 году, в которых погибло 9 человек. И 14 таких же групповых несчастных случаев в 2014 году, в которых погибло 8 человек. Ну как бы погибших один больше, а самих случаев меньше. Общее число погибших составило в 2014 году погибших 42 человека, в том числе 3 женщины. За 11 месяцев этого года 41 погибших, в том числе 6 женщин. То есть женщин у нас больше пострадало. А вот женщины, они, это какие отрасли вот такие травмоопасные для женщин признаны? Да, ведь женщины у нас работают во всех отраслях. Дело в том, что традиционно погибшие женщины, у нас число, конечно, погибших женщин, нам добавили дорожно-транспортные происшествия. Это основной показатель, где у нас был несчастный случай, когда погибали, собственно говоря, и в администрации женщины, и другие. Но это в основном дорожно-транспортные происшествия. В производстве, конечно, большинство несчастных случаев в таких традиционных отраслях, как строительство, обрабатывающее производство, транспорт. Вот эти у нас отрасли стабильно дают большое, собственно говоря, количество несчастных случаев. А есть ли такие отрасли, где снижается количество несчастных случаев? Потому что, если мы знаем, что традиционно они такие опасные, нужно же наибольшее внимание им уделять. Есть ли такое, что где-то сокращается, в конце концов, травматизм? Ну, немножко, немножко снизилось. По сравнению с прошлым годом в строительстве, все-таки немножко снизился травматизм. Было 9, вернее, в этом году 9 случаев, а в 2014 году 12. В обрабатывающих немножко выросло. Было 5 смертельных случаев, стало 8. На транспорте немножко снизился травматизм. С 11 случаев в 2014 году до 7 случаев в этом году. А вот если разбираться все-таки в причинах, основные причины, они вот какие? Они остаются прежними? Основные причины несчастного случая, собственно говоря, это неудовлетворительная организация производства работ. Со стороны работодателя, да? Со стороны работодателя, конечно. Недостатки в обучении безопасным приемам труда, то есть работников не учат, не снабжают надлежащими средствами индивидуальной защиты. То есть это вот основной вклад вносится вот эти вот. А как контролируется соблюдение вот правил техники безопасности на вот таких предприятиях? С вашей стороны, может быть, еще с какой-то, если мы знаем, что вот неудовлетворительная такая ситуация. Видите ли, контроль осуществляется в установленном порядке посредством плановых, внеплановых проверок со стороны Государственной инспекции труда. Конечно, при происшедшем несчастном случае, тяжелом, смертельном, групповом, обязательно проводится проверка этого предприятия, причем от и до уже по всем статьям. Но это постфактум получается. Но это постфактум. Предупредительные меры, конечно, это прежде всего надзор посредством плановых проверок, но план проверок, конечно, формируется накануне года, в котором, то есть в предыдущем году, в котором будут проводиться плановые проверки. И, конечно, туда обязательно включаются, собственно говоря, травмоопасные производства изначально. То есть предполагаю, что именно в этих организациях, на этих предприятиях и травматизм более высокий, и какие-то жалобы и обращения граждан идут, конечно, в первую очередь включаются в планы проверок они. А что происходит с малыми предприятиями? Какая-то непонятная ситуация для обывателей. С одной стороны, они недоступны для контролирующих органов, там какие-то у них льготы, какие-то преференции. А с другой стороны, кажется, что их тоже нужно проверять, потому что там тоже могут происходить несчастные случаи. Конечно, все это может быть. Но дело в том, что в 2016 году предприятия малого бизнеса не включены в план проверок. Как же так? Это все на совести работодателей будет? На совести работодателей сейчас преференции оказываются малому-среднему бизнесу для того, чтобы, собственно говоря, развивали производство. Снижен был контроль надзорных органов всех видов и типов. Но что касается жалоб обращений граждан, что касается внеплановых проверок, которые могут выявлять какие-либо нарушения, если по этим проверкам выявляются нарушения угрожающей жизни и здоровью работников, либо выявляются нарушения выплаты заработной платы, то, конечно, здесь к малым предприятиям принимаются самые строгие меры, несмотря на то, что преференции какие-то есть малому и среднему бизнесу. Вот у нас обратилась такая общественная организация, Российская Федерация Капура России, это общественная организация малого-среднего бизнеса, она объединяет их. Они обратились с просьбой такой, чтобы снизили нагрузку административного производства по вопросу штрафов. И за впервые, допустим, совершенные нарушения какие-то, чтобы малый и средний бизнес не штрафовали. А выносили, у нас есть такая санкция, как предупреждение, если в первый раз. Но опять-таки это касается только тех вопросов, где не выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью работников в первую очередь. Если такие нарушения выявляются, госинспекция беспощадна здесь. Ну, поскольку пока что самый действенный способ борьбы за соблюдение законности – это денежное выражение. К сожалению, предприниматели иного не понимают. А вот интересно, какие-то мотивирующие есть, чтобы поднять мотивацию по соблюдению правил техники безопасности? Нет, потому что такое складывается впечатление, что только наказываем, только штрафуем, и от этого люди... Нет, нет, дело не только в этом. Есть, конечно, у нас и освобождение от налогов на предприятиях, где, допустим, проведена специальная оценка условий труда. Нет травматизма. У них меньше налоговые взносы в пенсионный фонд идут, и в фонд социального страхования уменьшаются вот эти вот взносы. То есть вот такая политика пряника тоже применяется, не только к нотам. Так что они заинтересованы в том, чтобы соблюдать все правила и нормы и не допускать несчастных случаев на производстве. Вот вы уже сказали о ДТП, о таких случаях страшных, в том числе с женщинами произошли. А вообще как с ними разобраться? В каком случае в результате ДТП получение работникам тяжелой или смертельной травмы, он относится к несчастным? Потому что ДТП, оно может произойти и на территории предприятия, и за территорией, и на транспорте предприятия, и на транспорте, на котором, может быть, работник едет домой. Вот в этом вообще очень сложно, наверное, разобраться. Все очень хорошо регламентировано трудовым кодексом, и поэтому у нас авария транспортного средства, значит, какие несчастные случаи связываются с производством, какие не связываются, строго регламентировано. Если работник следует на транспортном средстве работодателя с работы на работу, то однозначно, если он попадает в какую-то аварию, то если он получил повреждения здоровья, которые повлекли за собой утрату трудоспособности, временную или стойку, этот случай считается несчастным случаем на производстве. Если он ездит на личном транспорте по заданию работодателя, причем с согласия работодателя, и если он попадает куда-то в какую-то ситуацию, где получает повреждения здоровья, то эти случаи также считаются несчастными случаем на производстве. А вот если он на работу с работы ездит на личном транспорте, это уже несчастным случаем на производстве не может считаться. Только транспортом, выделенным работодателем. — Самое, наверное, страшное и неприятное, что если человек официально не оформлен на работе, то если он получает какую-то травму, он ничего не будет иметь в качестве каких-то компенсаций или нет? — Это не совсем так, это не совсем правильно. Если работник официально нетрудоустроен, то есть он работает, он допущен к выполнению работы, то фактически он получается ведь работник. Фактически. Фактически его допустили к работе, значит он работник. То, что у него официально не оформлены трудовые отношения, да, это создает какие-то сложности, но тем не менее, если с ним произошел несчастный случай какой-то, при выполнении работ у этого работодателя, он вправе обратиться в Государственную инспекцию труда с просьбой провести расследование. Если это смертельный случай, то родственники вправе обратиться в Государственную инспекцию труда провести расследование. Расследование будет проведено, просто акт формы Н1 составится только после того, как данные отношения будут признаны трудовыми. Но для этого нужна доказательная база, да, вот это тоже не всегда нужно просто сделать, потому что вдруг работодатель начнет отказываться, естественно, ему не захочется платить компенсацию. Ну, при несчастных случаях на производстве такое бывает редко, когда работодатель отказывается, потому что само выполнение работы уже предполагает, что он работает на этого работодателя и травму получил, и это зафиксировано где-то, это вызов скорой помощи и так далее. То есть здесь легче доказать. Труднее доказать, выплачивается ли заработная плата работнику, когда нет трудовых отношений. Вот здесь работодатели зачастую отказываются от своих работников и не хотят выплачивать им заработную плату. А при несчастных случаях на производстве все-таки это несколько проще. А какие обязательства ложатся на работодателя в качестве, может, уведомления, когда вот происходит с работником несчастный случай, что должен сделать работодатель и работник как себя вести, куда обращаться или не обращаться? Понимаете, это тоже регламентируется трудовым кодексом. Есть статья 214, обязанность работника, то есть не только у работодателя есть обязанность, но и у работника, извещать своего непосредственного руководителя, работодателя о том, что с ним произошло. А работодатель в этом случае, опять-таки, в соответствии с трудовым кодексом, обязан организовать расследование несчастного случая в соответствии с действующими уже законодательными актами. В зависимости от степени тяжести несчастного случая, либо сам он должен расследовать этот несчастный случай, либо сообщить соответствующие органы, структуры. И несчастный случай будет расследован несколько другой комиссии, но он опять-таки будет расследован. Разница там в сроках расследования, разница в составе комиссии расследования. Но, тем не менее, если произошел несчастный случай с работником, обязанность работодателя его расследовать. Лучше не скрывать эти случаи, потому что неизвестно, к чему приведет, к каким последствиям приведет этот несчастный случай, когда наступит ухудшение состояния здоровья. Ведь это непредсказуемо, особенно травмы черепно-мозговые, допустим. Сейчас работник прекрасно себя чувствует, а через 10 лет у него, извините, появилось заболевание. Есть расследование после произошедшего несчастного случая или нет? Срока давности по расследованию несчастных случаев нет. Если с работником произошел несчастный случай, и у него есть какая-то доказательная база уже на руках, то здесь не будет никаких трудностей для проведения расследования. Если никакой доказательной базы нет, то, конечно, возможно, что такой несчастный случай будет признан только судом, несчастным случаем на производстве, если нет доказательной базы. И предприятия могут закрываться, и уезжать руководители в другие регионы. Да, совершенно верно. Все может быть, но тем не менее. Поэтому лучше, конечно, несчастные случаи не скрывать. Работнику лучше настаивать на оформлении несчастного случая актом установленной формы, чем потом, через много лет, обращаться и искать концы этого несчастного случая, когда все гораздо труднее сделать. А если работодатель по договоренности с работником скроет этот несчастный случай, скажет, предложит им какую-то сумму, ну вот ты там сломал ногу, давай его сейчас там тихо, я тебе вот заплачу сколько тысяч. Ну, это, во-первых, это незаконно. Во-первых, это незаконно. Но отказ, вернее, согласие работника на то, чтобы работодатель не оформлял этот несчастный случай, ничего не означает. Для работодателя это нарушение закона, и поэтому он может даже и не спрашивать согласия работника, расследовать этот случай, составить акт, не упиваться там какими-то компенсациями, что вот он будет отдавать то-то, то-то и то-то. Деньги кончаются быстро у работника, он потом осознает, что он не может полноценно трудиться, ему нужна какая-то компенсация за повреждение здоровья, и он все равно обязательно обратится в госинспекцию с требованием расследовать, чтобы потом от государства получать все это возмещение. К нам поступило сообщение от Андрея. Он сообщает, что 8 июня 2015 года подал заявление в инспекцию труда, и до сих пор у меня нет информации и ответа. Андрей оставил свой сотовый. Такое возможно? Практически такое невозможно. Либо он не получил этот ответ, либо он указал неверный адрес, возможно, но все обращения работников, либо он может быть как-то не на тот адрес, каким образом он подавал заявление, интересно, он сказал нет? Нет. В электронной форме, приходил на прием или как, то есть виды подачи заявления могут быть разные в электронном виде. Потому что даже срок ответа установлен по закону, да? Конечно, по закону срок ответа установлен в течение 30 дней, обращение гражданина должно быть рассмотрено. То есть ему вот повторно можно, конечно, обратиться. Ну, конечно, можно обратиться, если он не получил ответа, можно уточнить все данные и сказать, что я вот не получил ответа на свое обращение. Вполне возможно, какая-то ошибка произошла чисто техническая, возможно. Либо неправильно прочитали, может быть, номер квартиры, номер дома. И такое-такое случается, конечно. Но все мы люди живые, ошибки технические бывают. Но чтобы не рассмотрели обращение, такого не бывает у нас. Вот как разобраться еще? Вот есть такое понятие «произошел несчастный случай по вине работника». Вот как узнать, твоя это вина или нет? Вот как в этих вот случаях разбираться? Любой трудовой процесс обязательно регламентирован документами. Любой трудовой процесс. Начинается с чего? Заключаем трудовой договор работник-работодатель. Существуют должностные обязанности, которые определены должностной инструкцией, или функциональные обязанности разрабатываются, профессиональные обязанности какие-то, с которыми работник знакомится. Далее любой трудовой процесс регламентируется. Технологии производства обязательно. Вопросами инструкции по охране труда, как нужно безопасно выполнять свою работу. Поэтому работник, когда приходит на работу, с ним проводят определенное количество инструктажей, его определенным образом обучают безопасности труда, и он должен выполнять вот эти все приемы при своей работе и не нарушать их. Бывает такое, что работник нарушил какие-то требования, инструкции по охране труда. Это возможно. Но тем не менее, даже если он что-то нарушил, если по его вине произошел несчастный случай, тем не менее расследовать несчастный случай на производстве нужно. Он имеет право на составление акта формы Н1 все равно, и он имеет право на возмещение компенсации утраченного здоровья все равно, независимо от того, что нарушил он или не нарушил. Просто в акте будет указано, что были выявлены нарушения, возможно, со стороны работодателя, и, допустим, со стороны работника. Максимум, что может потерять работник в компенсациях, это при наличии грубой неосторожности выплаты из фонда социального страхования снижаются на 25%, не более того. Причем грубая неосторожность – это очень такое понятие весьма специфическое. В настоящее время под грубой неосторожностью понимают, допустим, состояние алкогольного опьянения работника. То есть простое нарушение инструкции не влечет за собой вот этого снижения, возмещения и компенсации вреда. То есть нужно грубо нарушить правила, нормы. Вот я знаю, что все расписываются в журналах, все сотрудники, работники по технике безопасности. Если эта подпись отсутствует, вот это как бы принимается во внимание? Он не прослушал курс там еще что-то? Конечно, конечно. И если работник не проинструктирован должным образом, нет его подписи в журнале, значит работодатель виноват. Он не обучил работника. То есть вина за несчастный случай ложится на работодателя? Исключительно на работодателя, да. Если работник не расписался в журнале, значит он не проинструктирован. Вот наш телезритель Андрей, который сейчас только сообщал о таком случае, дополняет, что обращался в 110-й кабинет к Тырину ДН и просит вас разобраться. Пусть он обратится с письменным заявлением, что он, если он оставлял... Именно туда, именно к этому специалисту? Не обязательно к этому специалисту. 110-й кабинет, это кабинет, где принимают граждан, независимо от инспектора, значит каждый день ведется прием граждан различными инспекторами. Если он чего-то не получил, дело в том, что мог и вовсе не Тырин, да и рассматривать ДН, рассматривать его обращение. А принимать обращение принимают у нас все инспектора по очереди, потому что на приеме граждан у нас по очереди дежурят инспектора. Обращение направляется к какому-то инспектору для рассмотрения, в трехдневный срок он регистрируется, направляется для рассмотрения. И уже рассматривающий инспектор должен дать окончательный ответ лицу обратившемуся. Поэтому, если ему не пришло такое обращение, вернее, ответ такой не пришел, он может прийти в 110-й кабинет, узнать судьбу своего обращения ранее, и посмотреть, какой инспектор давал ему ответ, и попросить копию ответа, который ему направлялся. Имеет право, да, получить копию ответа. Еще вот, к сожалению, такие случаи происходят на работе и на производстве, когда человек умирает. Вот пришел на работу, стало плохо, и человек умер. Не в результате, что он там упал, споткнулся и так далее. Вот как расследуются эти случаи? Предусмотрены ли какие-то компенсации? Потому что все-таки смерть – это страшно. Вот в этом плане. Хорошо, объясню это. Это тоже регламентируется у нас трудовым кодексом, где говорится, какие несчастные случаи расследуются, но могут считаться несвязанными с производством. Есть у нас такое понятие, как случаи, несвязанные с производством. Расследуется, если произошел, как говорится, на территории работодателя в рабочее время случай, смерть даже. Расследуются все случаи, без исключения. Потому что нам неизвестно, что произошло на рабочем месте у работодателя. Могут воздействовать и какие-то вредные, опасные производственные факторы. То есть человек может умереть и от отравления, и от удушья, и от чего угодно. Поэтому расследуются все. А вот связываются с производством не все. А если случай произошел вследствие общего заболевания, то такой случай с производством не связывается. Вот, может считаться несвязанным. Потому что иногда и случаи, произошедшие вследствие общего заболевания, могут быть связанными с производством. Это касается иногда тех случаев, когда работник был принят на работу, допустим, без предварительного медицинского осмотра. То есть ему была противопоказана работа, а работодатель его принял. То есть здесь может быть связан. Иногда бывают такие нервно-психологические перегрузки, физические перегрузки, которые, собственно говоря, привели к обострению общего заболевания и смерти работника. Также такие случаи могут быть связаны с производством. Но это каждый конкретный случай. Расследуются отдельно и делаются выводы отдельно. А вообще какие меры социальной поддержки предусмотрены для людей, пострадавших на производстве в результате несчастного случая? Это материальная компенсация или что? Или может лечение? Или как это все? Понимаете, лечение у нас производится в медицинских организациях, либо включается по перечню полис обязательного медицинского страхования, какие-то виды, и совершенно бесплатно лечится человек. А если это непосредственно тяжелая травма и требуется какое-то дополнительное лечение, то эти компенсации, эти затраты, вернее, компенсирует фонд социального страхования. То есть после непосредственно происшедшего тяжелого несчастного случая могут быть установлены компенсации и за проведение каких-то дополнительных операций, и за санаторно-курортное лечение, и за какие-то медикаменты, вплоть до найма лица, который должен ухаживать за... — Ну, это все через инспекцию труда делается? — Это все делается уже через фонд социального страхования. Инспекция расследует случаи, вернее, с участием инспекции, составляется акт формы Н1, представляется фонд социального страхования, и уже фонд социального страхования на основании акта формы Н1 уже назначает, либо не назначает какие-то выплаты, и так далее, и так далее. Это уже у нас фонд социального страхования занимается этими вопросами. Вот еще такая очень большая тема профессиональных заболеваний. Скажите, инспекция труда имеет к ним какое-то отношение или это сугубо медицинское? Профессиональными заболеваниями, расследованиями занимаются органы Роспотребного Отзора. Поэтому у них есть положение о порядке расследования профессиональных заболеваний. Это им делегированы эти полномочия, и они этим занимаются. Вот вы уже несколько раз сказали, что проводится расследование, доказательная база. А вообще какие документы принимаются во внимание? Что работник должен предоставить? Что вот произошел несчастный случай, это случай. Работник ничего. В принципе, когда расследуются несчастные случаи в установленном законном порядке, то работник ничего вообще не должен предоставлять, кроме того, что он должен дать объяснение, что с ним произошло. При возможности он дает объяснение, ну если он в состоянии дать, и всякие случаи бывают. Если он в состоянии дать какое-то пояснение, вот с него берется пояснение, что произошло, как произошло, что он делал. Это единственный документ, собственно говоря, который представляет работник. Все остальное, вернее, даже он и не представляет, а работодатель и комиссия его опрашивают, и все документы собирает работодатель. А вот если все-таки о профилактике говорить, работодатель, чтобы не допускать несчастные случаи на производстве, что обязан сделать по закону? Работодатель обязан соблюдать законодательство об охране труда. То есть он обязан изучить все-таки в первую очередь Трудовой кодекс Российской Федерации, там все написано предельно ясно. Ну и подзаконные акты, нормативные акты, которые определяют поведение работодателя, плюс правила и норма охраны труда для каждой отрасли. Они разработаны, они утверждены, то есть это документальная база, которая существует и которую должен соблюдать работодатель. Неукоснительное соблюдение этих правил и норм всегда снижает риск травматизма в десятки раз. Ну вообще вот правила вот эти и нормы, они как-то меняются или нет? Меняются, меняются, правила с течением жизни меняются, они как-то трансформируются, какие-то вводятся новые понятия уже в соответствии с нашей жизнью существующей, какие-то старые исключаются. То есть правила к живой организм тоже. Год заканчивается, скажите, пожалуйста, в новом году, вот хотели бы вы на что-то обратить внимание, что изменится и для работодателей, может быть и работникам на что-то нужно обратить внимание? Или принципиально ничего, собственно, законы новые никакие не появятся? Принципиально законы никакие не появятся, нужно соблюдать уже действующие законы, их уже достаточно, в общем-то, издали. Будем ожидать только введения новых правил по охране труда в отдельных отраслях. Вот этого мы будем ожидать. И в этом же году была введена специальная оценка условий труда? Она была введена не в этом году? Нет. Специальная оценка условий труда у нас действует с 1 января 2014 года. А, ну тем более, тогда вот какие-то итоги можно подвести, потому что раньше была одна система, когда вот нормы определялись. Сейчас по-другому вот что-то можно об этом сказать? Понимаете, аттестация рабочих мест она раньше называлась. Сейчас специальная оценка условий труда делается с одной и той же целью – выявить опасные и вредные производственные факторы, которые воздействуют на работника. И если эти опасные и вредные производственные факторы присутствуют, то работнику необходимо компенсировать ухудшение состояния здоровья, правильно? Либо исключить риск возникновения профессиональных заболеваний, исключить риск несчастных случаев на производстве, оценить условия труда на рабочем месте, улучшить эти условия труда на рабочем месте. То есть цели и задачи остались теми же самыми. Несколько изменились методики проведения, ну и немножко изменилось, видите, название. Ну, в принципе, принципиально тоже ничего не изменилось. Но принципиально, принципиально это тоже самое. И вот очень много обращений, вот когда читаешь интернет, люди жалуются на то, что то ли и душно, и темно у них на работе, и очень много человек в кабинете, и компьютеры стоят там в метре, в пятидесяти сантиметрах друг от друга. Вот в таких случаях куда жаловаться? И сначала нужно поставить работодателя? Ну, начинать, конечно, нужно с работодателя. Или нужно прямо уже идти, чтобы… Нет, ну почему же? Всегда нужно начинать со своего работодателя. Сообщать, да, сообщать о том, что некомфортно. Ведь как работник обязан сообщить об ухудшении состояния своего здоровья работодателю? Первое, конечно, с чего надо начинать, со своего работодателя. А потом уже если он не реагирует… Если работодатель, простите, не реагирует никак, то, конечно, идти в государственную инспекцию и обращаться, и докладывать о том, что работодатель не соблюдает нормы, правила охраны труда, что нам некомфортно трудиться. И в таком случае инспекция проводит проверку? Конечно. Конечно. В таком случае инспекция обязательно проводит проверку. И в первую очередь запрашивает результаты специальной оценки условий труда. Скажите, пожалуйста, Ольга Ивановна, в этом году количество обращений в инспекции труда увеличилось? Увеличилось. И о чем это говорит? Это говорит о том, что люди стали грамотнее. Вот это уже хороший показатель. Да, люди стали грамотнее, люди стали информированнее и обращаются к нам как в электронном виде, так и в письменном виде. То есть различными и лично на прием приходят. Увеличилось количество обращений. Борются за соблюдение. Спасибо большое за то, что пришли. И вот это очень важно, что за свои права нужно бороться. Спасибо еще раз. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо.